Ford похвастался ажиотажным спросом на новый Bronco. Так автомобили из первой партии First Edition разобрали за считанные часы. Поэтому тираж спецверсии пришлось увеличить вдвое, хотя ее стартовый ценник аж 59 тысяч долларов. Но это лишь малый повод для гордости. Куда важнее, что программа производства уже расписана на 18 месяцев вперед, то есть до начала 2022 года. К текущему моменту американцы оставили 230 тысяч заявок на рамный вездеход. Если ажиотаж не схлынет, очереди растянутся еще больше. Вполне возможно, что это вынудит голубой овал срочно нарастить производственные мощности. Концерн General Motors отложил возрождение бренда Hammer. Напомним, что так будет называться электрический пикап, который марка GMC выпустит под своим брендом. Премьера новинки могла состояться еще весной, но из-за пандемии дебют пришлось перенести на более поздний срок. Судя по свежему видеоролику, представить тысячи сильный GMC Hammer хотят уже этой осенью. Более того, вторым героем видео стал внедорожник. Он увидит свет после пикапа. Этой весной Renault решила проститься с концерном Dunfen, бросив их совместное предприятие. Китайцы горевали недолго. На заводе теперь уже бывшего СП обосновалась марка Voyag, которая планирует делать статусные электромобили. Только что созданный Voyag уже заявил собственную модульную платформу. Ее назвали ESSA. У этой архитектуры есть электромоторы для каждой оси. Тяговая батарея упрятана под пол салона, плюс предусмотрен автопилот третьего уровня. Подтверждая серьезность намерений, Voyag выкатил яркий шоукар iLand. Отсутствие технических подробностей говорит, что он надолго сохранит статус концепта. Хотя серийный вариант вроде бы должен выйти всего через год. Как и все стартапы из Поднебесной, детища Dunfen заявляет громадье планов. В гамму должны войти сразу девять машин, которые якобы появятся одна за другой. Учитывая, что сам Dunfen – компания государственная, на новый проект, видимо, хотят пустить изрядное количество бюджетных юаней. Но выйдет ли толк – вопрос открытый.